Жив Господь, друзья! Меня зовут Валентин, фамилия короткая, Шух, из трех букв, я очень рад быть с вами, для меня это большое благословение, Максим все так говорит, мы немножко отличаемся, но если честно, я что-то отличие от кого-то, я вообще как бы не знаю, для меня уже настолько привычно, я много где бываю, и радостно просто быть с вами, с народом Божьим, с поклонниками Иисуса Христа, с теми людьми, которые любят Его, а форма это все такое, знаете, ерунда это все, главное, чтобы содержимое было правильным, аминь. И сегодня мне выпала честь делиться словом, тема серьезная, я буду говорить о крещении Святым Духом, и хочу сказать, что это одна из тем, по поводу которой нет какого-то единого взгляда в христианстве, больше того, даже среди пятидесятническо-харизматического крыла церкви, и то нет какого-то одного такого понимания, что ли, какой-то одной такой супердоктрины, которая бы вот всех удовлетворяла. Поэтому, конечно же, я буду делиться тем, как я понимаю Слово Божье, буду предлагать вам какие-то места писания для размышления, и вот в этой связи я счастлив. Почему? Потому что, если вдруг ты понимал как-то иначе, у тебя будет еще раз повод заглянуть в Священное Писание и исследовать его. Если ты чего-то недопонимал, возможно, сегодня ты получишь какие-то ответы на основании Слова Божьего. Если какой-то ясности не было, я думаю, что, может быть, эта ясность придет. Поэтому все равно всегда польза есть. Польза есть. Если я слышу кого-то, кто как-то говорит не так, как я до этого думал, это меня как минимум побуждает исследовать Писание еще лучше. А когда мы исследуем Писание, то Иисус сказал, мы что, через них имеем жизнь вечную. Аминь. Аминь. Поэтому я рад такой возможности делиться с вами. Но вначале я хочу так немножечко, когда было сегодня вот так в течение дня конференция, я верю, что получил для некоторых людей Слово от Господа, и хотел бы так обратиться к некоторым людям. Ну вот, брат, для тебя, вот, да, вот, который сидит. Как тебя зовут? Руслан, да? Руслан, знаешь, приходит время для тебя, когда Бог будет посылать в твою жизнь новых людей. И они будут, ну, они будут не такими, каких ты, ну, как ты привык градировать людей. То есть, вот, знаешь, я как будто бы увидел, что у тебя есть такая линейка, которую ты прикладываешь к людям. Может быть, это связано с твоим опытом прошлой жизни. Да, и, знаете, старая жизнь и меня тоже, в свою очередь, сделала таким психологом своего рода, да, я тоже проходил реабилитацию в 2002 году. Вот. Иногда эта линейка, она такая бывает, знаешь, не совсем верно измеряет. То есть, мы научились делить людей на своих и чужих. И когда человек немного не соответствует нашему восприятию, да, можно, скажем, сделать преждевременный вывод в отношении человека и пропустить то благословение, которое человек хочет принести в нашу жизнь. Ну, это как бы и для всех такое наставление. Но для тебя особенно, потому что Бог конкретно проговорил мое сердце, что вот наступает такое время для тебя, когда Бог в твою жизнь будет посылать таких людей, которые немножко не соответствуют твоему, ну, твоим критериям, скажем. Но через них Бог хочет принести какое-то благословение в твою жизнь. Поэтому просто открой свое сердце и попроси Духа Святого, чтобы Он тебе показал, где вот это вот, ну, скажем, откалибровал твою линеечку, да, как ты смотришь на людей, вот, помоги тебе Бог. Аллилуйя, хорошо, так, еще кого-то я... А, вот сестричка, которая пела вместе с тобой, да, вот в розовой, да, вот ты. Так интересно, мне Господь такими даже, так нежно сказал про тебя, но очень интересно. Он говорит, она иногда выглядит немножко умняшкой. Такой, знаешь, Бог дал тебе... Вот в послании к римлянам в 12 главе есть перечень даров благодати. И один из них там увещеватель, увещевай. В греческом языке там стоит слово, однокоренное слово спараклетос. То есть это... Другие переводы дают такую интерпретацию. Вот можешь утешать, утешай. Бог дал тебе способность душепопечению, то есть вот поддерживать людям. Это так? То есть вот ты... Ну, вот есть в тебе что-то, что ты можешь людям дать. Но, знаешь, есть один такой момент, на который тебе нужно обратить внимание, и вот этот дар, он будет работать еще лучше. Бог хочет, чтобы ты научилась больше слушать. Понимаешь? Потому что когда человек делится своим каким-то переживанием или ситуацией, или проблемой, есть такое искушение, как бы подумать, что ну я уже все понял, что ты имел в виду, и начинать давать советы. И часто, ну, это даже иногда бывает, даже ранит людей. Когда мы... Ну, человек, он еще не успел договорить, да, он еще не открыл то, что на самом деле. Поэтому Бог хочет, чтобы вот этот дар у тебя еще больше раскрылся. И для этого просто научись лучше внимательнее слушать. Хорошо? Не спеши что-то говорить. Учись слушать. Это будет большим благословением для тебя. Так, еще кто-то был, но я... Чего-то как-то я вышел и всех растерял, всех. А, вот сестричка почтенного такого, вот замечательного возраста, да. Вы. Знаете, что мне Бог показал? Он показал мне вас в молодости. И вы в молодости, такая хохотушка была. А вы сейчас как бы вот, ну, любите пошутить, да? Да? Я, знаете, смотрю, думаю, ну, хохотушка такая вообще. Я понимаю, что в вашей жизни вы, как и все, наверное, мы, а тем более уже когда есть какой-то опыт жизненный, да, ну, всякое в жизни было, да. Но вот знаете, что Бог хочет сказать? Оставайся вот такой. То есть пусть вот эти жизненные передряги, обстоятельства, обстоятельства, то, что через что вот ты проходила, не испортят внутри тебя то, кем ты являешься на самом деле. Вы человек с таким очень, таким правильным духом. Вот пускай это будет, вот, то есть вот эта жизнерадостность, вот эта вот способность даже посмеяться над собой, пускай это остается у вас. Благословит вас Господь. Благословит вас Господь. Так, еще несколько человек было. Я просто сейчас вот говорю. Может быть, кто-то еще ушел, и поэтому, да, и поэтому. А, вот еще девочка в розовой такой, вот да, светло-розовой. Вот, 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 да, ты, ты. Ты просишь Господа, чтобы пережить его по-настоящему. Есть такое? И ты очень, ты хочешь вот получить вот этот опыт не просто, ну, ты переживаешь в какой-то мере Господа, ты что-то имеешь, но вот, когда слышишь свидетельства, когда слышишь вот какие-то, когда видишь, как люди переживают Бога так по-особенному, у тебя вот есть такое, такая ревность, Господь, а вот, а вот когда же вот у меня будет такой особенный опыт. И знаешь, Господь говорит, я вижу это, что ты этого желаешь. И я тебе скажу, что Бог даст тебе такой особенный духовный опыт вместе с Ним, у которого, вот, вот у тебя он будет особенный. Потому что Он видит твое желание, Он видит твое сердце, Он видит, что ты хочешь, ну, вот так правильно, не знаю, как будет сказать, научиться переживать Господа, может быть и так. Хочешь научиться переживать Господа. И Он это видит, и Ему это очень-очень нравится в тебе. Поэтому, вот, благослови тебя Господь. А если вдруг я еще что-то, вот, кто-то на глаза попадется, я скажу, что, потому что, ну, несколько человек, я сейчас даже так немножко растерялся, когда вышел сюда. Хорошо. А, вот еще один такой момент. Прекрасно понимаю, что уже, как бы, часть людей ушло, и просто я получил это в сердце в первой половине нашего, вот, еще до обеда. Вот. Ну, и как-то, наверное, нужно было тогда сказать, ну, скажу сейчас, если вдруг такого человека нет, ну, что ж ты сделаешь. Благословит его Господь. Если есть, то я хочу за вас помолиться. Я сейчас опишу некоторые симптомы. Это связано с печенью. Я нормальный, адекватный человек, понимаю, что тут большинство... Поднимите руку, кто через реабилитацию проходил, да? Ну, то есть, и у каждого из вас есть что-нибудь с печенью или было, да? Поэтому я тут не хочу гадать на кофейной гуще. Что мне пришло? Просто я увидел, как такие симптомы. Особенно утром, когда просыпаешься, сильная горечь во рту. Сильная горечь во рту. Как вот, ну, желчь, да? И вот у людей иногда бывает изжога, ну, просто как, ну, кислота поднимается. А тут вот именно вот так с такой горечью. И даже когда вот сплевываешь, вот даже вот такой, ну, зелено-желтоватый такой вот оттенок. У кого-то из присутствующих здесь такие симптомы есть? Вот именно вот горечь по утрам, горечь во рту от желчи и... Нету, никто, никто не может сказать, да? А? У вас что-то подобное бывает, но редко. Встаньте, пожалуйста, я просто помолюсь за вас. Вот сюда руку положите. Вот так. Вот так, хорошо. Отец Небесный я просто благословляю. Ну, даже если это было о ком-то другом, но она похожие симптомы имеет, и поэтому, даже пускай редко это как-то, но... Я просто молюсь о том, чтобы могущественным именем Иисуса Христа в ее жизнь пришло полное исцеление желудочно-кишечного тракта. Я молюсь о том, чтобы в ее жизнь пришло полное исцеление печени, поджелудочной железы именем Иисуса. Я молюсь о восстановлении полной функциональности, чтобы аппетит был, чтобы переваривание пищи было правильно. Господь, если есть какие-то еще причины поражения печени, пускай Твоим именем могущественным, Иисус, она получит свое исцеление сегодня. Благословляю, Господь. Благодарю, что услышал. Аминь. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья. Ну, вот так, в общем. Итак. В отношении крещения Святым Духом, вот этого переживания. Скажу, что на самом деле, еще раз повторю вот эту мысль, столько разных толков, что порой и сложно в этом всем разобраться. Но мы сейчас поступательно рассмотрим некоторые места Писания, попробуем вникнуть в Слово Божие и сделать для себя какие-то определенные выводы. То есть, мы положим библейское основание. После, если кто-то не крещен Святым Духом со знамением говорения на иных языках, но после этого учения вы вдруг поймете, что в общем-то это вам нужно и вы этого хотели бы, то мы совершим молитву. Если кто-то не совсем, вроде когда-то и пережил и не совсем понимает ценности вот этой способности, которая пришла от Святого Духа, и вы не молитесь Духом, не молитесь на языках, то я думаю, что тоже для вас будет хороший такой момент, если вдруг вы захотите обновить это, для вас это будет хорошим моментом. Если у кого-то всего лишь несколько там каких-то слогов или фраз, но кто-то не говорит полноценно на языках, а просто вот какой-то лепет такой, это тоже для вас будет хорошим временем, благословение, когда все-таки можно помолиться, чтобы это была речь, чтобы вы могли принять от Господа речь, а не просто вот такой, знаете, там лепет или какие-то отдельные слоги. Слоги. Хорошо. Итак, мы двигаемся в Слово Божье и первое местописание, которое я бы хотел прочитать, это Деяние апостолов, первая глава, четвертый, пятый стих и потом восьмой стих. Речь идет об Иисусе, который, в общем-то, имел последнее уже такое общение со своими учениками, и после он вознесся на небеса. И вот что здесь сказано. И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Ну и потом там ученики говорят, не в это ли время ты там царство Израилю восстанавливаешь и так далее. И так Господь их ласково очень пожурил, говорит, не ваше дело знать времена и сроки. И вот восьмой стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». То есть вот, казалось бы, уже Христа Воскресшего увидели. Уже такие просто невероятные чудеса на их глазах произошли. И тем не менее, Иисус говорит им, этого недостаточно для того, чтобы вы дальше могли эффективно служить. Этого недостаточно. Сегодня звучало замечательное слово Сергей, да, брат? 21 глава Иоанна. Они уже видели Христа Воскресшим. Уже Фома, даже неверующий, сказал, Господь мой, Бог мой. И тем не менее, вот Иисус исчез опять и не знает, что делать. И Петр говорит, ну пойду рыбу ловить. И вот здесь Иисус снова является им, собирает их на Иллионской горе, дает им наставление последнее и говорит, не отлучайтесь из Иерусалима. Вам это очень сильно понадобится. Вы примите силу Святого Духа. И тогда вы будете моими свидетелями. И история повествует, библейская история повествует, что с того момента, когда это на самом деле произошло, когда они приняли силу Святого Духа в день Пятидесятницы, Петр больше никогда не вернулся к рыбному делу. То есть, все что-то радикальное произошло в его жизни. И поэтому Иисус вот здесь расставляет приоритеты. Он им говорит о том, что вы получите силу и будете моими свидетелями. Они думают о том, когда ж царство восстановится, когда ж все-таки вот это политическое давление Рима будет свергнуто, и наконец вот Мессия, да ты же воскрешишь, что ж тебе, приди там к этим римлянам, к Понтию Пилату, приди, не скажи, ну что, доигрался? Ну, как бы так. Вот я думаю, что они так думали, что почему бы и нет Иисус, сделал бы ты вот так. А у Иисуса совершенно другой план. Он говорит, я от вас ухожу, но придет к вам другой утешитель. И он говорит, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Поэтому первое, о чем я хочу говорить, что крещение Святым Духом, это особое духовное переживание, в момент которого человек принимает силу Святого Духа. Вот есть духовное переживание, которое мы называем рождением свыше. И сегодня тоже звучало уже это местописание, не помню, кто читал. Филипп пришел в город Самарийский, по-моему, вот как раз не ты, нет. Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал Христа, началось пробуждение там. Люди, сказано, уверовали и крестились водным крещением, крестились. Но сказано, но Дух Святой еще ни на кого из них не сходил. Почему я сейчас об этом вот так говорю? Потому что нам на самом деле нужно избавиться некоторым от винегрета в голове. Потому что иногда у людей бывает винегрет. Что некоторые люди думают, что крещение Святым Духом и рождение свыше это одно и то же. Друзья, это не одно и то же. Это не одно и то же. Рождение свыше происходит в тот момент, когда ты искренне принимаешь Христа. Конечно же, Святой Дух приходит в твое сердце. Кровь Иисуса омывает тебя. Между тобой и Богом больше нет греха. Дух Святой соединяется с твоим Духом. И ты становишься новым творением во Христе Иисусе. Ты теперь новое творение. Ты получаешь божественную природу внутри себя от Святого Духа. Ты теперь Дитя Божье, ДНК Божье внутри тебя. Ну, понимаешь, есть разница между тем, чтобы получить божественную природу и тем, чтобы получить силу. Вот окрещение Святым Духом, то есть погружение в Дух Святой, это уже наделение силой. Силой Святого Духа. Ученики уже были рождены свыше в тот момент. Потому что они уверовали в распятого и воскресшего Христа. Но что им не хватало, это силы для свидетельства. И вот здесь им Иисус конкретно говорит, ждите этой силы. И вот мы читаем Деяние, вторую главу, из первого стиха, повествуется как раз вот это событие о вот этом событии, которое произошло. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Простите, если я ставлю неправильное ударение, знаете, я белорус. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, и люди набожные, и всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящим его навречием. И некоторые даже говорили, ой-ой-ой, они, короче, вина напились. Как-то их поведение такое было особенным каким-то, да? Какая-то эвфория их наполняла, что некоторые думали, что они реально вот, ну, что-то выпили, приняли там на грудь. Но Петр встает и начинает говорить свою вот эту первую проповедь, после которой, в общем-то, три тысячи человек покаялась. И он начинает свою проповедь с пророчества Иоиля. И он говорит, и будет в последние дни, говорит Бог, и зальет Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего, и будут пророчествовать. Так вот, так вот, что это за сила такая? Что же это за сила, о которой говорил Иисус? Когда придет Дух Святой, когда Дух Святой сойдет на вас, вы примете силу, вы получите силу Духа Святого. Что это за сила? И Петр как раз встает и начинает провозглашать пророчество, которое было за несколько веков до вот этих событий, в которых Бог пророчески говорил о том, что вот наступит это время, когда он и зальет от Духа Святого на всякую плоть. И что тогда начнет происходить? Когда вот это излияние Святого Духа произойдет, что начнет происходить? И он перечисляет. Будут пророчествовать сыны и дочери, юноши, видения будут видеть, вразумляемы сновидения будут, там, пророчествовать. То есть, Божье сверхъестественное действие будут сопровождать Божьих детей, на которых и зальется Святой Дух. Вот о какой силе идет речь. Вы знаете, я человек такой немножко книжный. И для меня очень важно смотреть в Писание. Потому что чаще всего, когда я сталкиваюсь с различными мнениями по этому поводу, я вижу, что люди, или они опираются на труды каких-то там богословов или кого-то еще. Чаще всего так бывает. А вот там Джон МакАртур такой есть, знаете, баптистский известный богослов. Вот он там вот это говорил. А еще кто-то вот что-то говорил. Для меня важнее всего, что говорит об этом Слово Божье. Понимаете? Поэтому Иисус говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И когда это произошло, Петр встал и взял пророчество Иоиля под вдохновением Святого Духа и объяснил, что же это за сила такая пришла и как эта сила будет выражаться через них. Не надо ничего другого придумывать. Просто взять и прочитать то, что написано. Следующий момент, что немаловажно. Сказано, что люди, которые были там из разных стран, из иудейской диаспоры, которые пришли на праздник Шавуот на поклонение, когда они услышали этот шум, когда они сбежались и смотрят, что вот эти вот там 120 человек, которые находились вот в этой горнице, они говорят их наречиями о великих делах Божьих. И некоторые объясняют это таким образом, что вот простите, если вы сейчас так думаете, может я чью-то доктрину сейчас разрушу, но я хочу смотреть вместе с вами в Слово Божие и быть честным. Некоторые это объясняют, что вот Бог в тот момент дал им сверхъестественную способность проповедовать Евангелие во всех народах. Вот просто не учившие вот эти языки, они просто сверхъестественную способность от Духа Святого получили для того, чтобы проповедовать в других народах. Но у меня возникает очень серьезный вопрос. Вопрос такого характера. Почему же они остались в Иерусалиме тогда? Знаете, пока Господь им пендали не надавал, там Иакова голову отрубили, там, Больше того, даже когда рассеялись евреи, рассеялись по провинции, да, и дальше пошли, сказано, они не проповедовали никому, кроме иудеев, никому. Если Бог их наделил сверхъестественной способностью идти в другие народы проповедовать Евангелие, почему они этого не делали несколько лет? И вы знаете, кому первому Бог дал, вот, вообще, вот это поручение, пойти к первому язычнику, чтобы проповедовать Евангелие? Петру. При том, что Петру нужно было вообще пережить сверхъестественное видение, ему нужно было войти в выступление, то есть, в общем говоря, в транс. Когда он на крыше, там, в Уопии молился, и он увидел, как спускается вот это полотно, и там были всякие четвероногие животные, присмыкающиеся, и голос неба, встань, Петр, заколи и ешь. И Петр говорит, Господи, не ел никогда ничего нечистого. Видите, это переживание у Петра было настолько реальным, что он реально вот это все видел, и ему реально казалось, что Бог хочет, чтобы он сейчас вот этих ящерок поел, понимаете? И так произошло трижды. И Петр думает, что это вообще было такое? А потом три человека, которые от Корнилия пришли, стоят, стучат, говорят, здесь ли Петр, Симон, а Дух Святой ему говорит, иди с этими людьми, немало не сомневаясь, я их послал. И только, когда он пришел уже в дом Корнилия, и Корнилий начал рассказывать о том, что произошло, только тогда до Петра вообще дошло, что Бог его к язычникам послал. Пауза. Я даю право вам рассуждать, в общем-то, над Священным Писанием. Просто иногда, когда люди не хотят принимать, понимаете, такое либеральное богословие, которое отрицает чудеса Божьи, говорит, там это уже было когда-то тогда, сейчас оно не надо, там еще что-нибудь. Пытаются просто взять Писание и перевернуть его, потому что вот в человеческие мозги не вмещается, и пытаются вот, ну, каким-то образом подтасовать и какую-то туда внести какое-то толкование, которого там и в помине нет вообще. Больше того, знаете, что вот эта история, когда сказано, что и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух Святой давал провещевать, там не сказано, что апостолы сами понимали, что они говорили. Там сказано, что люди, которые пришли из разных мест, из разных провинций, они говорят, они же все галилеяне, как они могут вот на наших наречиях говорить о великих делах Божьих? Да, это было сверхъестественное знамение, да, это было действительно чудесное явление, но покажите мне, что сами апостолы понимали, о чем они говорят в тот момент. Если найдете это в Библии, пожалуйста, покажите, может, ваше есть, в моей нет. Нет, ни в одном переводе, который я читал, не сказано, что сами апостолы, они получили дар сверхъестественно идти неучившие языки проповедовать куда-то. И что они сами понимали, о чем они говорили. Там было сказано, что люди пришедшие слышали и понимали, и для них это было знамением. Окей, двигаемся дальше. Мы пришли в дом Корнилия вместе с Петром. И вот Петр проповедует Евангелие Корнилию. В общем-то, он только и начал. Когда еще Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумили, что дар Святого Духа излился на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Как они поняли, что эти люди получили Святого Духа? Откуда они это взяли? Как они решили, что вот эти вот язычники, вот эти вот Корнилии и вся его семья, что они получили Святого Духа? И им даже креститься можно. Ну давайте посмотрим, что здесь сказано. Ну, если кому-то не нравится синодальный перевод, ну почитайте в другом. Ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Так вот, интересный еще один момент. Петр говорит, кто может препятствовать креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Вот он говорит, как и мы. Ну подождите, ребят, Петр, ну как же, как и вы? Ведь у вас было немножко по-другому, ты разве забыл, что сначала был шум от несущегося сильного ветра? Ты разве забыл, Петр, что там языки пламени на головах у вас были? Ты разве забыл, Петр, что еще вот эти люди, которые там были из других народов, ну евреи, ну из диаспоры, из россияния, они понимали, о чем вы там говорите, о великих делах Божьих? Где ж, как и вы? Покажи, Петр, мне здесь, что ты увидел языки пламени у них на головах. Покажи мне, Петр, где ты услышал шум от несущегося сильного ветра? Почему что, да ты говоришь, что как и мы они получили Святого Духа? Потому что единственное знамение, которое в том и в другом случае совпало, они заговорили на иных языках. И этого для них было достаточно, чтобы сказать, слушай, реально, как и мы. Больше того, что происходит дальше? После этих событий 11 глава, Петр приходит в Иерусалим и знаете, там братский совет собрался на него. А ты что, Петр? К язычникам ходил, ел с ними. А ты что, не знаешь, что закон запрещает? Даже вот эта история, она еще раз подтверждает несостоятельность вот этой теории, что якобы они получили сверхъестественную способность тогда проповедовать в других народах. Потому что они вообще об этом даже не думали. Они, Иаков вместе с братьями там в Иерусалимской церкви Петра, только Петр пришел, они уже, кто-то им донес, что он у язычников был. И они ему выговор сделали. Как это ты у язычников был? Что-то как-то или откровение это запоздавшее, но это просто нужно было, чтобы прошло двадцать веков, понимаете, и умники нашлись, которые сказали, да, это просто потому, что, ну, речь идет о том, что им просто Бог дал сверхъестественную способность не учившие языки проповедовать Евангелие в других странах. Ну да, конечно. Только вот тут братья, знаете, не знали об этом. Зря они вот на Петра наехали. Не пользовались они что-то этой способностью аж несколько лет. И вот Петр начинает объяснять всю эту историю. Он говорит о том, что вот постепенно как это было, как Дух Святой ему сказал идти с ними. И вот пятнадцатый стих одиннадцатой главы. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Святым Духом. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Оказывается, иные языки стали и для них доказательством, что Бог принял язычников. Аминь! Братья и сестры! Ой, слава Богу за это аминь! Хоть некоторые сказали аминь. Давайте еще раз посмотрим внимательно. Итак, Петр говорит, когда я начал говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. И у меня опять, Петр, к тебе претензия. Где ж, как и на вас вначале, где шум от несущегося сильного ветра, где языки там огненные на головах, где толпы народу, которые поняли, о чем они говорят. Не было нигде. Единственное, что было, это то, что они на иных языках заговорили. И Петру, и всем присутствующим там стало понятно, Дух Святой сошел на них. Они приняли Святого Духа. И потом, когда он рассказал все это братьям, посмотрите, еще раз, когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале, тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Святым Духом. То есть, Дух Святой ему напомнил слова Христа о том, что вы будете крещены Святым Духом. И эти слова крещены Святым Духом к какому событию он соотнес. Когда на язычников этих сошел Дух Святой, они заговорили на иных языках. Поэтому, друзья, что такое крещение Святым Духом? Как можно потрогать его, как можно понять, что человек реально пережил крещение Святым Духом? Потому что некоторые говорят, вот, когда я принимал водное крещение, я и тогда и был крещен Святым Духом. Но послушайте, апостолы им дали крещение только после того, как они вообще заговорили на языках. И это для них стало знамением, что вообще-то Бог их принял. Поэтому, друзья, мы просто рассуждаем над Словом Божьим. Продолжаем дальше. 19-я глава Деяния апостолов с 1-го стиха. Во время пребывания полоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Афес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа уверовав? Странная формулировка. В смысле, приняли ли Святого Духа уверовав? Так если уверовали уже. Они же сказали, мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещение в покаянии, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по Нему, то есть во Иисуса Христа. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса Христа. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Еще один эпизод. Вообще в Библии сам Бог говорит, что свидетельство двоих или троих будет верным. Сколько еще нужно доказательств, чтобы понять и просто уже согласиться с этим и принять это как истину. Он говорит, вы уверовали? Да, уверовали. Во что крестились? Во на крещение. Объяснил им про крещение, крестились они правильным крещением, и потом Павел не сказал, ну и все, ребят, вы уже получили Святого Духа, то есть, ну, вы уже, короче, и Духом крещены, и все у вас есть теперь. Нет. Он возложил на них руки, и сказано, не сшел на них Дух Святой, и как они определили, что на них не сшел Дух Святой? Они услышали, как эти говорят языками и пророчествуют. еще раз, три события. Первое событие в горнице. Шум от несущегося сильного ветра, разделяющиеся огненные языки, и они, говорят, исполнились Духа Святого, начали говорить, как Дух давал им провещевать. Другие люди слышали пришедшие и понимали. Но послушайте, еще раз, вот представляешь, там перечисляются разные там провинции, вот пришли из Асии, например, и из там Фригии. И вот Асийцы, когда услышали, там, например, Филипп ходил, там, да, и на асийском языке говорил о великих делах Божьих. Но те, которые пришли из Фриги, они думают, что за шандарабагасан тарабаха шакатарабасай. И вдруг смотрят, а тут Петр. А Петр на этом языке их родном на речи, да, говорит, Господи, велики дела Твои, и ты благ, и ты невероятно велик, и все остальное. И думают, слушай, один шандараба, а другой, вроде на нашем, а вообще, и тот, и другой галилеяне, что это вообще? Понимаете? Потому что для тех, кто из другой страны был, для него это было просто иные языки, и все. То есть, ну как мы это понимаем? То есть, что-то такое человек говорит, и я не понимаю, о чем он говорит. И вот в самом первом вот этом эпизоде, после того, как Петр проповедовал, там сказали эти люди, умилились сердцем, и сказали, мужи, братья, что же нам делать, чтобы спастись? Петр говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь. О чем идет речь? О том, что мы вот сейчас дальние, и нам это точно так же принадлежит. И о каком переживании он говорил, еще раз хочу спросить. О том самом, когда Дух Святой сошел на них, и они заговорили на иных языках. О том самом, о котором пророчествовал Иоиль. О том самом, которое для них было знамением, что Бог язычников принял. О том самом, которое было понятно, что в Ифесе вот эти ученики приняли Святого Духа, Его силу. Я еще раз говорю, рождение свыше, это тот момент, когда ты принимаешь Господа как своего Спасителя, и ты получаешь новую природу от Господа. Ты становишься Божьим детем, ты получаешь это духовное ДНК, ты соединяешься с Духом Святым. Но крещение Святым Духом это наделение силой Святого Духа. Это момент, когда ты погружаешься в Святой Дух. Очень важный момент, друзья. Если мы вспомним Евангелие от Луки, я один пример просто хочу вам привести, потому что, думаю, он очень важен. Потому что я уже сейчас буду переходить больше к практической стороне дела, как принять, как поверить, как принять это. Очень важную такую хочу деталь прояснить. Потому что некоторые люди, ну опять же, в силу того, как звучат разные свидетельства, как это происходит у каждого по-разному, за кого-то кто-то молился, кто-то просто там дома славил Бога и вдруг начал говорить иными языками. У кого-то это во время поклонения произошло. Ну, по-разному это бывает, да? На кого-то руки возложили. Ну, по-разному бывает. И люди часто, особенно если это переживание было ярким, они так ярко об этом свидетельствуют, что, когда ты этого не переживал, ты думаешь, вот бы и мне так. и тебе кажется, что вот именно так и должно произойти. Вот ты чего-то хочешь, какого-то, знаешь, там, вот знаешь, такой тач, что произошел там, прям, чтобы вот, вот что-то такое невероятное. Да, и когда вот этот тач не происходит, да, что ты вдруг себя через три часа обнаруживаешь, что ты там просто говоришь языками, и ты где-нибудь там за два километра ушел с того места, где это началось, да, и такой, вот истинно теперь познаю, что Господь меня крестил Святым Духом. Ну, я чуть-чуть преувеличиваю, понимаете, да, но смысл вот в чем, что просто взять это верою, человек настолько себе нарисовал картину, вот как оно должно произойти, что это мешает ему просто взять Писание, исследовать Писание, и принять это верою, потому что мы будем читать дальше некоторые места Писания, ждут какого-то вот, понимаешь, шума с неба и языков пламени над головой, и если это не происходит, значит ничего и ничего. Смотрите, это просто насчет того, как иногда бывает, человек может принять силу Божью, человек может принять силу Божью, даже не заметив, что он принял ее. Хотите вам место Писания такое дам? Это удивительное место Писания. Ангел приходит к Марии и говорит, да, ты будешь, вот, зачнешь и родишь сына, а она ему отвечает. 34 стих 1 главе у Луки. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа, не знаю. И тогда ангел говорит ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодная, и она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее ангел. И смотрите дальше, встав же, Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну и в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и Елизавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, благословенна ты между женами и благословен плод чрева Твоего. Откуда это ко мне, что ко мне пришла Матерь Господа моего? В смысле? Уже беременная пришла? А когда тать произошел? Когда сила Всевышнего сошла на ней, понимаешь? Когда вот эти вот невероятные какие-то вещи там, которых, может, Мария должна была ожидать? Знаете, когда это произошло? Не описывается этого ничего. А знаете, когда это произошло? Когда Мария сказала, да будет мне по слову Твоему, понимаешь? Я верю, что вот в тот самый момент, когда она приняла, вот поверила в слова Господа через ангела, вот в этот момент сила Святого Духа посетила Иолона и произошло зачатие. и получила самое большое чудо, единственное в мире женщина, до этого не было такого чуда, и после этого не было такого чуда, и при том никакого тач. А просто сказала, да будет мне по слову Твоему. Вот знаешь, я заметил, что когда людям просто берешь Святое Писание и объясняешь им, что такое крещение Святым Духом, для кого это обетование, как это происходит, что такое иные языки. Человек просто беря Писание, веря в Него, очень просто это принимает. И некоторые это как-то эмоционально переживают, некоторые вообще никак эмоционально это не переживают. И вот те, которые не эмоционально переживают, смотрят на таких, которые и думают, со мной что-то не так, наверное. Я как-то не... Наверное, я все-таки не получил. А с чего ты взял, что ты не получил? Ну, у меня вот этого нет. Так ничего страшного. У некоторых есть, у некоторых нет. Дело не в том, как ты это переживаешь эмоционально, а дело в том, во что ты веришь, слышишь? Ты слышишь меня сейчас? Дело в том, во что ты веришь, когда ты веришь в Слово Господа и веришь, что это тебе принадлежит. Ты Ему доверяешь, как своему любящему папе. Доверяешь. И ты принимаешь это от Него. Дальше говорим о том, как же все-таки принять. Дианя, пятая глава, тридцать второй стих. Петр, просто фраза. Свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Знаете, Дух Святой, Он действует с нашего согласия. Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. Если ты противишься этому, если у тебя свои собственные представления насчет этого, и если ты боишься, что вдруг ты там что-то не то начнешь говорить, ну Бог не будет тебя насиловать, понимаешь? Он не будет тебя заставлять против твоей воли делать то, чего ты не хочешь. Ему нужно повиноваться. Евангелие от Луки, 11 глава, с 11 по 13 стих. Иисус говорит, какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? И так, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. И всегда, когда я наставляю людей, я говорю, послушай, вот мы сейчас будем молиться, и тебе нужно довериться Господу, тебе не нужно напрягаться. Знаете, Мария там не стояла перед ангелами, и не... Как же это мне, чтобы вот оно произошло? Она просто приняла это слово, и все. И здесь не нужно напрягаться, а просто доверившись Господу, поверить, что сейчас я буду произносить то, чего не понимаю, но это будет от Святого Духа. И вот понимаешь, здесь беда. В голове сразу клин такой происходит. Как это я начну говорить то, чего я не понимаю? А вдруг я буду говорить что-то не то. А Духа, ты какого просишь у Бога в этот момент? Иисус говорит, из вас есть такие, здесь присутствуют, кто когда-нибудь над своими детьми так издевался? Или внучками, внучатами? Бабуль, дай конфетку. На камушек зубки сломай. Пап, дай хлеба. Держи. Маму, лечка дай. На тебе гадюку. Порадуйся. Ну, среди нас же таких нет, правда. Я надеюсь, что нет таких. Экспериментаторов, знаете ли, горе. Как-то, ну, если сын приходит и просит хлеба, то мы хлеба и даем. Неужели мы думаем, что Бог, вот Он так нас, понимаешь, подведет? Он тебя так подведет, Он возьмет, тебе подсунет какого-нибудь там. А помните, Иисус говорит, я дал вам власть наступать на змей и скорпионов. Змей и скорпион это символизирует нечистых духов. Так вот, Иисус говорит, если просит рыбы, неужели даст змею, вместо яйца даст скорпиона. То есть не бойся, что когда ты просишь Духа Святого, что в тебя какой-то войдет непонятный дух, и ты начнешь проклятие сыпать в адрес Господа. Что за чушь? Это неправда. Ты к кому приходишь? Ну, правильно, если ты приходишь к дьяволу через оккультиста, хочешь войти в транс и что-нибудь такое, ну, что ж, ты и получишь. Но если ты идешь к своему небесному Отцу и просишь у Него Святого Духа, Он не даст тебе что-то другое. Поэтому здесь можно довериться Ему. В том-то и смысл, что это вопрос вообще доверия. Вот просто твоего полного доверия. А не вопрос, что как-то тебя колбаснуть, знаешь, там должно. Что-то такое там невероятное должно произойти. Действительно бывает по-разному. Я помню, один парень ко мне подходит, в Москве это было служение, у Ивана Ивановича, по-моему, Боречевского. И подходит парень, один из реабилитаций, говорит, помолись хочу крещения Святым Духом. А такое служение было мощная, молитва такая. Я начинаю молиться за Него. И так просто. Я, знаете, иди сюда, продемонстрируй. Он мне говорит, я стою, говорю, хочешь крещения Духом Святым? Говорит, хочу я. Говори на языках! А его как завалило туда. И он лежит такой счастливый. Садись. Два брата с реабилитацией поднимают его под руки, знаете, и так вот он там. Через полчаса он ко мне приходит, говорит, брат, что это было? Говорит, я вообще не понял. Я помню, что я стоял на ногах, а потом помню, что уже лежу. Я говорю, тебе классно? Он говорит, вообще. Я говорю, на языках говоришь? Говорю. Я говорю, все нормально, брат, с тобой. Был еще один случай, тоже интересный. Тут уже не продемонстрирую, только расскажу. Тоже, вот мне нравится на реабилитации молиться за братьев, за крещение Духом Святым. Если вот объяснить, что так просто, вот как-то раз, и человек открывает сердце. Потому что наркотики, это же тоже своеобразное, сверхъестественное переживание у человека. Еще как открыт. Я помню, мы начали молиться за одного братика вдвоем с еще одним служителем. А он стоял так, стул стоял, и вот он вот тут. И мы начинаем молиться за него. И под силой Божьей он падает, переваливается через этот стул, лежит, счастливый, молится на языках, знаете, а ноги вот так, а такие еще шерстяные носки, зима была. Вместо головы оказываются ноги вот тут. То есть он перевалился через стул, и ноги вот так торчат. И я это увидел. А со мной, который брат был, Саша Жарин, кстати, вот, он говорит, я помню, что мы начали молиться, и я ему руки на голову положил. Говорит, открываю глаза, шерстяные носки. Тут что происходит такое? Смотрю туда, он счастливый, там лежит. Там, кстати, Бог у одного брата еще и ухо глухое открыл. После таких знамений, знаете, там что-то невероятно стало происходить. Это по-разному бывает. Но я вам расскажу свой личный опыт. Но сначала прочитаю еще одно местописание. Галатам, 3 глава, 1-2 стих и 5 стих. Апостол Павел вот так серьезно обличает галатов. Он несмысленный галат. Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. «Это хочу только знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона это производит или через наставление в вере?» Это как бы риторический вопрос, который подразумевает «Да вы получили через наставление в вере». Понимаешь? В вере были наставлены и получили. Когда я приехал на реабилитацию, дней через пять я помню с одним служителем разговаривал, исповедовался, и потом он начал за меня молиться. А до этого я, знаете ли, как-то, ну не слышал. Я пару раз был в евангельской церкви на службе, но не слышал я, как кто-то говорит на языках. А когда он за меня начал молиться, слышал на каком-то языке, а у него такие языки были похожи на какую-то латинскую или что-то такое. Ну интересно-то. И я стою такой и думаю, где-то он, наверное, за границей учился и вот выучил какие-то молитвы на латинском языке. У кого-нибудь было когда-нибудь, ну кто-нибудь так думал, так же, как я, когда вы впервые встретились с иными языками или услышали? Было так, да? Ну вот и я так подумал. Но после этой молитвы я у него спросил, говорю, а вот вы сейчас на каком-то непонятном языке молили, это что, латинский? Или что это за язык? И он мне говорит, знаешь, взял и объяснил по Библии. Сказал, что это вот Бог наделяет такой способностью через крещение Святым Духом и для чего это нужно, и Бог наделяет силой Божьей. И я говорю, и что, это вот, ну, это для всех? Он говорит, для всех. Я говорю, что, и для меня? Он говорит, и для тебя. Я говорю, а что для этого надо? Он говорит, да просто желай этого, молись об этом. В общем-то, проси, и Бог даст. И я думаю, и так, это сила Божья. Платить за это не надо. Надо этого хотеть. И, в общем-то, Бог даст. Я хочу. Я вообще-то все хочу у Бога получить. Все, что у Него есть для меня, я все это хочу. И сегодня так же хочу. И я помню, вот всех служителей, всех, с кем я встречался, это где-то месяц заняло. Потому что еще никто тогда из братьев на реабилитации не был крещен Святым Духом. С ними не было о чем говорить. Епископы какие-нибудь приезжали к нам там в центр. Или кто-нибудь. Я вот, знаете, садил человека перед собой и говорил, расскажи мне, как это у тебя произошло? У некоторых, некоторых я вообще достал. Я по нескольку раз. Один пастор, он меня уже избегал. Знаете, он убегал от меня. Он только завидит меня издалека, чуть менял траекторию своего движения. Потому что, расскажи, как это, да я тебе уже рассказывал. Да расскажи еще раз, я не пойму ничего, что ты мне рассказываешь. Вот. И однажды, я помню, у нас такая поваром, сестричка была, Валюша. Она с детства верующая, из верующей семьи. И я у нее тоже много раз спрашивал. И это было утро, я помню, подхожу к ней и говорю, Валюша, ну расскажи мне, как это у тебя произошло? Почему я так всех доставал? Да я хотел этого. Понимаете, я хотел силы Божьей. Я хотел, чтобы Бог наделил меня этим, если Он это дает, если это принадлежит каждому, да я хочу этого. И вот, она уже настолько устала мне рассказывать свою историю, что повернулась ко мне. И знаете, из первого послания Коринфянам, из 12 главы, просто процитировала фразу, говорит, Валентин, да не бойся ты начать говорить, никто, говорящий духом, не скажет анафима на Иисуса. Аминь. И я такой, что так просто? Ну ладно. И вот, у нас там рабочий день был, я уже ждал вечера, вечером молитва, значит, вот. А я же целый день уже думаю, вот сегодня точно получу. Вот знаете, файлы сошлись наконец-таки, дошло до меня, что дело не в Боге, что это не Бог там ждет какого-то дня, минуты, секунды, вот, чтобы излиться, а дело во мне. И я уже ждал этого вечера, значит, наступает молитва, у нас такой был диван полукруглый, подушки на нем лежали, и мы с братьями, знаете, у нас такой 50-м христианский центр, строгий такой был, на коленях молились только вообще. И вот мы становимся на колени, а я же, ну, хочу как-то начать пробовать, что-то говорить там, если будет получаться, не знаю. Я вот встал на колени, знаете, собрал так подушки, смотри, там никто не смотрит на меня, уткнулся в эти подушки, и такой, ну ладно, Господь, Ты меня убедил, я иду к Тебе, Отец, Ты даешь Духа Святого просящему Тебя, я верю в это слово. Я прямо так говорю, я верю в это слово. И никто, говорящий Духом, не скажет анафемы на Иисуса, я тоже верю в это слово. Господь, я вообще не знаю, что я сейчас начну говорить, ну, ну, как-нибудь ты, короче, там, помоги мне, хорошо? Что-то вроде такой было молитвы. И вот я стою, так обложился этими подушками, и тихонько, вот первое, вообще, просто ляпнул, знаете, так вот, вот сам взял и ляпнул. Осоло матхала. Я думаю, ну, идиот, а? Какая матхала? Ты что придумал вообще? Это даже звучит смешно. Но я думаю, ну, ну, не дашь мне отец камень вместо хлеба. Думаю, матхала, так матхала, ладно. Опять, еще побольше, так, подушек набрал, чтобы никто меня не слышал. И опять такой, хуф. О, соломатхала, тхала, рабатхала, машатхара, бараха, шататарабаба, гасанта, раба, башатара, гасанта, лоробо, киндам, раба, шаталабусум, брахашики, тити, о, рамаши, халилюя, крамаша, катарараба, раба, ба, ба, и один брат такой говорит, я не понял, кто там закудахтал в углу? А это я закудахтал, понимаешь? И я понял, что это произошло. Но шаг веры сделал я. И на тот момент, знаешь, мне реально казалось, да что ты придумал, какая матхала, что за, вообще ерунда, ты сам это все полностью придумал. Но я решил одно, я буду идти до конца. Я просто буду идти до конца, потому что я верю моему Богу. Просто вот как Мария взяла и поверила. Я верю моему Богу. И, знаешь, прошли годы, и один брат, годы реально прошли. Однажды мне говорит, слушай, вот у тебя часто, потому что у меня эта фраза, как бы она проскакивает иногда, когда я молюсь. Он говорит, у тебя есть одна фраза, которую ты повторяешь. Ты знаешь, в какой-то момент Бог мне дал истолкование. Я говорю, ну-ну. Он говорит, это школа Святого Духа. Школа Святого Духа. Понимаете, мое служение на сегодняшний день, оно связано с тем, что я учу людей, провожу семинары, я учу людей о действии, даров Святого Духа. Кто бы мог подумать, что первые слова, которые я сказал на ином языке, Дух Святой через вот эти слова определил мою судьбу, мое служение определил наперед. Слова, которые я подумал, я их сам придумал. Я реально говорю, я подумал, что я сам просто придумал эти слова. Но Бог такой удивительный, друзья. Поэтому вот эти мысли по поводу того, да я сам придумал, да это я. Весь вопрос, чего ты хочешь. Если ты хочешь, и ты веришь, тогда ты принимаешь и знаешь, что это то, чего ты просил. А если ты не знаешь, вообще хочешь ты или не хочешь, и поэтому ты вообще не знаешь, веришь ты или не веришь, поэтому даже если ты что-нибудь скажешь, то дьявол придет тебе и скажет, ты это придумал сам. И тогда он возьмет и украдет это у тебя. И все. И ты не будешь этого иметь. И я вам хочу сказать, что на тот момент, когда я начал говорить, я ничего особенного не почувствовал, но через несколько минут меня такая любовь Божья накрыла. Что-то невероятное стало происходить. И я по сегодняшний день говорю языками, и больше того, Бог реально открыл его сверхъестественную славу, его сверхъестественную сущность, его сверхъестественную реальность для моей жизни. Потому что, когда он изливает от своего духа, то происходит то, о чем пророчествовал Иоиль. Ты входишь вот в это, вот в это, в Божье сверхъестественное измерение. Я не знаю, как это взаимосвязано, честно вам говорю. Понять не могу, как, как это взаимосвязано, но я тебе скажу одну вещь. Если ты не можешь подчинить Святому Духу твой язык, и доверишь, что через твой язык ты будешь произносить слова от Духа Святого, то как ты сможешь довериться Ему, когда Он тебе скажет поднять из коляски хромого или у вечного? Понимаешь? Потому что апостол Эков, он говорит, что вообще язык, это такая штука, которая может быть воспаляема от гиены. Говорит, если кто из вас совершенный, который может управлять своим языком, послушай, именно поэтому, мне кажется, Бог вот взял и именно то, что связано с нашей речью, определил, вот можешь ли ты сделать этот шаг вере, чтобы погрузиться, чтобы погрузиться в эту реку, довериться этой реке, начать говорить то, что будет получаться, то и говорить, но просто верить в то, что за этим будет стоять Святой Дух, что в этот момент именно Он будет с тобой сотрудничать, что это не просто что-то ты придумал, а что действительно ты верою просто берешь это, а Духу Святому это так нравится, когда ты просто Ему доверяешь, потому что ты приходишь к Нему как к своему Отцу. Хорошо. Смотрите, первое послание Коринфянам, 14 глава, 14-15 стих. Так есть, ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой и молится, но ум мой остается без плода, что же делать? И вот некоторые дают такой ответ, если ты не понимаешь, о чем ты говоришь, то зачем тебе это говорить? Не надо говорить, ты же не понимаешь. Вы меня простите, что я иногда бываю резким, но если кто-то так думает, пожалуйста, прочтите, о чем говорит там дальше апостол Павел, потому что Он говорит, стану молиться Духом, стану молиться умом. Буду петь Духом, буду петь умом. И некоторые, знаете, говорят, молиться Духом, это значит не вслух, а про себя. Где вы эту чушь взяли вообще? Где вы в Библии это взяли? Молиться Духом, Библия конкретно говорит, послушайте, кто говорит на незнакомом языке 14 глава, 2 стих, это 1 Коринфянам 14, 2. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, Он тайно говорит Духом. Аминь. Не людям вообще-то, а Богу. Говорит тайно Духом. Кто, когда что делает, когда молится на незнакомом языке, когда говорит на незнакомом языке. И вот здесь же Он говорит, когда я молюсь на незнакомом языке, мой дух молится. То есть, что значит духом молиться? Это значит молиться на незнакомом языке. Вот что значит духом молиться. Давайте будем верить в Библию. Аминь, братья и сестры. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Хорошо. 1 Коринфянам 14, 18. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Апостол Павел так говорит. Я более всех вас говорю языками. Да, он там говорил о некотором порядке, потому что есть проявление дара иных языков, как пророческое откровение для церкви. Тогда нужно истолкование, потому что если я буду говорить просто на языках, то вы назидание не получите. Да, он дает там какие-то понимания, как правильно все это. Но есть твой личный молитвенный язык, который ты получаешь при крещении Святым Духом. И это такая интимная связь, ну скажем, ну правильно только поймите, да, между тобой и Богом. Это что-то личное, очень глубоко личное между твоим Духом и Духом Божьим. Когда ты Духом тайны говоришь Богу. И еще, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, тот строит себя, строит, укрепляет себя, укрепляет свой Дух. Насколько это важно? Когда ты говоришь на незнакомом языке. Кто-то говорит, а, не надо говорить на незнакомом языке. Ну оставайся без этого, нет проблем. Хочешь, пожалуйста, никто ж не заставляет. Но я хочу, если этот инструмент дан Богом, я хочу его использовать, чтобы быть сильнее в Духе. Два примера можно рассказать. Вы еще не устали, нет? Или устали, но не признаетесь. Я два примера, и мы будем молиться. Один такой, чуть-чуть даже, может, и страшный, второй веселый. Страшного начнем. Когда мы приехали миссионерами с семьей в 2007 году в этот городской поселок, где я нес служение, нам начали такие сны страшные сниться там, ну просто жесть какая-то. Ну, и грязь какая-то, вот знаете, и убийства какие-то, и как будто нас кто-то преследует, вот такое все. И однажды, вот такая череда снов, и однажды мне снится сон, как будто я вот в последнее время, во время Антихриста, и я среди мучеников за Христа. И вот нас завели, знаете, в такое какое-то помещение, понимая, что это крематорий. Реально, вот понимая, что это крематорий. И поставили к стене, и он так идет, вот как будто это Антихрист, да, человек какой-то. И там у него были какие-то еще люди, его там слуги. Идет так, и из шеренги вот несколько человек выбирает, и среди них на меня пальцем показывает, и к другой стене. И говорит, сначала к одному подходит, отрекайся от Христа. Он говорит, нет. К следующему подходит, отрекайся от Христа. Тот говорит, нет. И потом ко мне подходит, и говорит, отрекайся от Христа. Я говорю, нет, я не буду от него отрекаться. И тогда он берет какую-то телегу, не знаю, рассказывает подробности или нет. Короче говоря, он берет телегу. Сон настолько явный, знаете ли, ну слабонервным удалиться прошу. Впечатлительным, а то вам сейчас. Он берет какую-то тележку, знаете, и там лежат ножи. И он мне подходит с этим кинжалом таким. И прям такой мерзкий, как маньяк. Он говорит, я тебе сейчас разрежу живот и заставлю тебя жрать твои кишки. Вот он так вот. Отрекайся от Христа. Я говорю, нет. Нет. И он просто вот, я просто говорю, нет. И он недолго думает, бах. И вот так вот спарывает живот, знаете, сипуку делает. И у меня вот тут вот все выпадает. И он начинает это мне пихать туда, куда обещал. То есть настолько реальный сон. И он, отрекайся от Христа, и он такой злости, бросает меня на пол и начал чем-то бить железным по спине. А у меня такое ощущение, что вот все, сейчас мой дух покинет тело. Все. Вот сейчас мой дух покинет тело. И в этот момент я открываю глаза, я сплю у себя дома. И ужас настолько концентрированный, что мне кажется, что моя душа, она вот сжалась вот меньше спичечной головки вот тут. Просто я, я даже тело своего практически, у меня тело похолодело. И как только я открыл глаза, я услышал голос, уезжай отсюда. И в этот момент я просто через вот стиснутые зубы, я говорю, дьявол, ты этого не получишь. И просто начал говорить на языках. И просто... Вот лежу вот так вот, не чувствую тело, холодное. И просто говорю языками. И в какой-то момент я начал чувствовать, как будто мой дух начал разворачиваться внутри. Я говорю языками, а он разворачивается все больше, 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 больше. И вдруг я почувствовал, все, я уже владею своим телом. А у меня же дерзновение больше. Я... И в какой-то момент я чувствую, так этот вот ужас, он просто пак и отлип от меня. И начал от меня как бы вот так отдаляться. То есть я уже чувствую, что я как будто под колпаком каким-то. И в этот момент раз я сел. Сижу и еще дерзновение молюсь. Потому что я чувствую, что, знаешь, во мне сила начинает подниматься. Давид говорит, праведник смел, как лев. И я реально начал чувствовать, что во мне просто сила невероятная какая-то поднимается. И в этот момент я просто чувствую, как вот этот ужас, он просто схлопывается вот так. И какой-то бес в виде, ну вот размером скота черного примерно. Просто косматое какое-то вот такое существо. И куда-то в угол. Фью! А я же уже, знаете, как лев. Я уже за ним. Ты куда пошел? Рабашанта карамахая. Ты к кому пришел сюда в дом? О, я уже, знаете, невероятный халк такой. Рабасанта рабашей. Аллилуйя. Слава Господу, который дает нам Духа Святого, Его силу. Кто говорит на незнакомом языке, он тот назидает, он укрепляет, он строит свой дух, понимаешь? Ты сильнее становишься в этот момент. И вы знаете, что больше все, больше никогда такие сны не снились. Этот бес понял, что тут бесполезно, короче. Дело иметь не надо. Он спалил меня, что я вообще маленький бесок. А делал вид, что большой на самом деле. Поэтому, друзья, хорошо, ох, у меня этих случаев. Ладно, еще один случай, последний. Тогда расскажу. Хочу помолиться с вами. Я был в одном христианском лагере. Это было, наверное, год прошел после моего обращения. Молодежный христианский лагерь. Он проходил в Германии. И этот такой лагерь, он евангелизационный. Там вот эти люди, немцы, они верующие. И у них большой такой, большая своя территория. И у них там яблоки, груши. Они выращивают разные вот такие фрукты и ягоды. И делают из них соки. И они приглашают на вот это свое ранчо подростков. Прям делают такие лагеря для подростков. И туда приглашается где-то процентов 60-70 верующих. И вот процентов 70 верующих и процентов 30 неверующих специально. Чтобы вот за эти две недели как бы произошло вот это вот общение, знакомство, евангелизация и так далее. Ну и там было три часа в день нужно было как бы пособирать там эти грушки, там яблоки. Это было все очень весело, интересно. Но зато они оплачивали нам полностью дорогу, полностью визовы. Все издержки они нам оплачивали. И кроме того еще возили нас там в разные места по Германии и так далее. И вот это был день, когда мы собирали груши. А груши такие сладкие-сладкие прямо. Вот. Мы значит закончили, нас отвезли назад. И я стою в своей комнате переодеваюсь и слышу какой-то шум, какие-то крики, паника какая-то, женские голоса. Я выхожу из комнаты, две девчонки, а там было как-то попали, они, я не знаю, как они узнали, но, короче, группа девочек, которые из Воронежа, там в Воронеже есть какой-то университет, там иньязы или что. Они, короче, учились на иньязе. И у них два языка, немецкий и английский. И вот им повезло, короче говоря, поехать в этот лагерь, и они подумали, заодно попрактикуемся. И вот эти вот девочки, там 20 или, ну, чуть, может, 20 человек их было, неверующие девчата, студентки. И вот эти две из них, короче, вот они вот, я, что случилось? И одна из них говорит, у нашей девочки одна аллергия на пчелиные укусы, ее пчела укусила, и ей плохо там, и надо помощь срочно. А там, понимаете, это ранчо находится вообще, ну, такой хутор далеко от цивилизации. Врача там на месте реально не было. Ну, как-то вот, ну, так. И они, ты знаешь, что нужно делать? Я говорю, я знаю, что нужно делать, пошли, где она? И они бегут вместе со мной, я за ними, значит, захожу, они меня приводят в комнату, смотрю, лежит эта девушка, она такая, аааааа, умирает уже почти. Я говорю, покажи, что случилось. Она меня укусила, пчела вот тут. А у нее, знаете, там уже отечность, вот эта вот вся стука. Ты знаешь, что делать. Я говорю, я знаю, что делать, я буду молиться сейчас за тебя. И эти две такие, ай, короче, и хотят убегать. Я говорю, стойте, вы сейчас увидите что-то. И поворачиваюсь к ней. Я не знаю, сколько у меня веры было в тот момент. Поворачиваюсь к ней и говорю, сейчас я буду молиться за тебя. Слово Божие говорит, верующие возложат руки на больных и будут здоровы. Ты согласна, чтобы я за тебя помолился? Она говорит, согласна. Я говорю, ну знаешь, я, возможно, начну говорить на каком-то непонятном языке. Короче, ты мне не мешай, потом спросишь, я тебе объясню, что к чему. Она говорит, ну хорошо. Я ложу ей руки на руку. Вот она, и я. И начинаю молиться. Господь, прикоснись к ней. И на языках. Знаете, никакого помазания, ничего не чувствую вообще. Думаю, что выгляжу вообще как тупица какой-то. Полностью. Но думаю, ну знаешь, как-то это, уже марку держать развязался. Сам себе думаешь, что ты вообще делаешь. Ну, молюсь, короче. И уже в какой-то момент думаю, может, хватит, а может, еще чуть-чуть. Думаю, ладно, хватит. Аминь. И я открываю глаза. А смотрю, она так смотрит на меня. Так удивленно. Она уже забыла, что она умирает. Что у нее там что-то отекает. Она просто смотрит на меня вот так. И говорит, а что это за язык такой интересный, на котором ты молился? Я говорю, знаешь, это от Духа Святого. Говорю, вот Бог своим детям дает такую способность, силу Духа Святого. И Он дает способность говорить тайны Богу на иных языках. И говорю, и эта молитва всегда будет отвечена. Потому что Дух Святой ходатайствует по воле Божьей. Я говорю, знаешь, вот я за тебя помолился. Говорю, точно произойдет. Ты понял? Она говорит, понял. И я пошел. Там, знаете, двор такой был, буквой П. Дома стояли, а посередине фонтан. Я пошел гулять, знаете, такой счастливый, довольный. Господа пережил. Ну, переживаю. Вот. Вышел там, гулял где-то. И минут через десять я вхожу обратно во двор. Двор такой, ну, большой, может, 50 на 50 метров такой, ну, примерно, такой квадратный двор и фонтан. Вхожу в двор. И смотрю, стоит группа молодежи. Вот с той стороны, как это сказать, по диагонали. Ну, как-то так, да. Или диагональ это ж круга. Ну, ладно, ну, так, короче. А, диаметр, точно, по диагонали. Спасибо, друзья. Помогли мне справиться с геометрией. Да. Стоит там группа молодежи верующей. И я такой захожу, хочу к ним идти. И тут кто-то выбивает дверь ногой, там, или не знаю чем, вот, напротив них. И сначала выбегают две вот этих девчонки, которые меня нашли. Потом за ними выбегает вот эта, которая умирала. За ними еще несколько человек выбегает. И они увидели вот этих, вот этих, которые там стоят, и несутся к ним. Подбегают. И я вижу просто, как бы, издалека смотрю, я вижу, что та что-то объясняет, там, им показывает. Такая, ну, вся вот эмоциональная, там, знаете, прыгает. Вот. И вдруг они поворачиваются и видят меня. И вся вот эта толпа срывается. И в мою сторону, я, знаете, как Витцин этот, ну, или бежать, или не бежать. Короче говоря, эта девочка побегает ко мне и говорит, это реальное чудо. У меня вообще дырочка просто вот тут на пальце. Говорит, это чудо, твоя молитва помогла. Я говорю, слушай, это Бог тебе помог, никакая не молитва и все остальное. Вы знаете, мы иногда так думаем, что как люди отнесутся там к иным языкам. Если иногда нормально объяснить кому-то, то и относятся нормально, друзья. Просто не надо быть религиозными фанатиками, вот понимаете. А если нормально с людьми общаться, то можно объяснить. И зачастую люди понимают. Послушайте, люди ищут сверхъестественного. Люди ищут вот этого. Они ходят к шаманам, они ходят к бабкам этим чародейкам, они ходят к гадателям. Люди ищут этого мира, люди ищут сверхъестественного. Однажды мне Дух Святой сказал, почему ты меня стесняешься? Почему ты стесняешься моих проявлений? И сейчас кто-то думает, но ведь там же написано, что если сойдет, вот вы вместе начнете говорить о иных языках, и кто-то незнающий или неверующий зайдет, подумает, что вы беснуетесь. Послушай, ну правильно, если ты начнешь себя вести в этот момент как-нибудь неадекватно, то могут и подумать, что беснуетесь. Но когда мы все поклоняемся, вот сколько раз к нам приходили неверующие люди. Мы очень открыто, мы поклоняемся, мы поем на языках в церкви. Но я не видел ни одного человека у нас, который бы там сказал бы, все, вы какие-то там, вы беснуетесь. Другой момент, да, бывает, я помню, я в одну церковь приехал, так я сам уже крещеный Святым Духом был. И вдруг за мной слышу, там, как одна сестра как начала молиться, с какими-то выдохами, вздохами, какими-то ахами, охами. Прям реально, как будто у нее истерика началась. Знаете, ну вот вообще просто такое что-то. И у меня мурашки, думаю, что такое, волосы дыбом. А нормальная сестра, ну просто ее как бы не совсем, то есть вот, ну, некоторые вещи просто нужно объяснять людям. И все нормально будет. Не надо кричать громче всех. Не надо, ну понятно, сейчас вот здесь собрание, конференция, здесь особое время, когда мы об этом говорим. Но в общем, не видел никогда какой-то проблемы.